Здравствуй, зритель! Надеюсь, меня видно и слышно. Сегодня будет рождена новая рубрика. Однажды кое-кто посоветовал, потом ещё я подумала, и вот я решила. Рубрика полупустых баночек еды. Ну, как бы у меня иногда были пустые баночки еды в пустых баночках, а тут я решила, вот накапливается у меня частично уже на выбросы, и что-то открытое, оно мне нравится, я продолжаю его есть, пить и так далее. И я это буду обозревать. В общем, сначала я обозрю это вообще, можно сказать, дубль два. Хотела я сначала снимать на руке, держа, и руками показывать. Но какие-то совершенно безумные личинки решили вот прям под окнами послушать музыку. Дома-то им, наверное, не слушаются. И как бы, так как там музыка, вполне возможно, чьи-то авторские права бы нарушились в моих роликах, а я стараюсь всё-таки в своих роликах только свой контент втирать. Кроме одного определённого плейлиста, но там как бы уже написано что-то, отдельный определённый плейлист. В общем, вот там, сую в камеру. Это у нас, я купила это сгущённое молоко в светофоре на днях. Видимо, я очень хотела сгущённого молока, потому что оно у меня съелось просто тупо с чаем. Иногда с печеньем. Союз с консерв молоком. Цельное сгущённое молоко с сахаром советское. Правда, на голубом фоне с синими буквами довольно до хрена мелко написано. Но сейчас я вам скажу, это у нас Корёновский молочно-консервный комбинат. Наверное, та самая вот коровка из Корёновска. Или как-то так. А ещё, а, тут два варианта произойдут. Или Алексеевский молочный комбинат, или Корёновский. Короче, отличная сгущёнка. Вот в светофоре она около 44 рублей стоит. Классическая такая банка открывается вот так вот. Ну, как понятно. Вкусная, хорошая сгущёнка. Сейчас я вам на всякий случай прочитаю состав. Вдруг вы не видели тот ролик с обзором светофора. Тут у нас молоко нормализованное, сахар в скобочках сахарозы, сахар малышкинный и пищевой в скобочках лактовый. Вот так шла, пока пойдёт. У меня закончилась шоколадка, которую я сама себе купила на Левом берегу в пятёрке. Чё-то она мне так это захотелось. Она была по скидке. Короче, классический обычный шоколад. Ну, в смысле, как бы ничего такого сверхфеерического. Россия делает бабаевский шоколад. Шоколад он у нас с чем был вообще? Тёмный шоколад с кунжутом. Слушайте, такая вкусная, охренительная штука. 90 грамм. Я его покупала за 47 щенто. Тут у нас в составе какао тёртое, сахар, семена кунжута, масло какао, молочный жир, какао-порошок, спирт текиловый, рефлектированный, эмульгаторы, рецидент соевый, Е476, чай, ароматизаторы, ванилины, кунжут. Ну, в принципе, такой приемлемый состав, учитывая, что все это хренатень, она в самом конце состава, и считается, что если в самом конце состава, то её совсем чуть-чуть. В общем, вот такой шоколад я вам советую. Сама, может, как-нибудь, что все куплю, если увижу. Ой, лапчок дрожит. Ну, на самом деле, я ещё не успела поесть, хоть и встала прилично уже как. Так, у меня тут тесто уже закончилось. На остатках я сегодня вот допекла, я что-то всю неделю ложусь более-менее рано. Ну, вчера что-то надо было в 8 лечь, я ещё приболел, видимо, к утру я уже отболел своё. И уснула, в итоге я легла в 11. Причём я как ложусь, я практически сразу вырубаюсь. Ну, и просыпаюсь, соответственно, в ранищу. Даже если я ложусь в 11, я всё равно просыпаюсь прилично. В 8 где-то так, в 7.50 я сегодня проснулась. Без 10.8. Это у нас семейные секреты. Тесто слоёное без дрожжевого 500 грамм. Мука высшего сорта. Легко раскатывается, экономит преми-вариант приготовления блюда. Ну, это так вот. По типу такого только, видимо, дрожжевое у меня было, потому что в другой упаковке мне задаривала моя тётя, когда я купила себе печку. В принципе, сейчас что хочу сказать, где-то тут вообще состав есть. Вот относительно дрожжевого это тесто ещё более-менее меняемое. Мука пшеничная, хлебопекарская, высший сорт, вода питьевая, очищенная, маргарин, масла растительные, рафинированные, дезидорированные, в том числе модифицированные, неизвестные. Ну, вы можете, конечно, те, кто не любят вот эти масла, за натуральные, вы можете попить в комментах. Но я говорю о тех продуктах, которые вот приспичило сию минуту эти пирожки своять, а каких-то составляющих на тесто нет. Или гемориться неохота. Вода, эмульгатор Е471. Соль, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант, церват, калий, ароматизатор, красители Е100, Е160Б, соль. Ну, как бы, вот у этого состав лучше, чем у такого же из семейных секретов тесто слоёного, дрожжевого. Вот так. Что-то около 60 рублей, она стоит 52 с копейками. Ну, в общем, от 50 до 60. Я покупала в магните. Так, у меня не закончилось, но оно продолжается. Я тут вчера делала винегрет, и вот у меня тут ещё осталось этого горошка, 2 трети. Не поверите, я его покупала почти месяц назад. Он у меня стоял в шкафу, какая я экономная хозяйка. Я совершенно про неё забыла, потом думала, хотя я его покупала, смотрю. Марка Ашановская, думаю, фига себе в Ашане. Короче, марка наша семья. Марка Ашановская, грядка удачи. Зелёный горошек, 400 грамм. А, где у нас тут он вообще? Ну, он того самого срока зафигачивания был, как вот собирается горошек, но это срок был у меня на крышке, которую крышка, да, кстати, с ключом. Я не помню, что он стоил, может, около 40 до 50 рублей, что такое. В общем, зелёный горошек, свежий мозгового сорта, вода питьевая, сахар-плесок, соль поваренная пищевая. Отличный вообще состав, отличный горошек. Хороший вкусный горошек. Советую, если вы в Ашане ошибаетесь иногда. У меня тут почти закончилось Нестленесквик. Вообще люблю Нестквик. Состав у него, в принципе, намного лучше, чем у аналогового какао, ну, других каких-нибудь марок растворимого какао. Иногда бывает что-то подешевле с нормальным составом, иногда бывает Нестквик по скидке. Я брала Нестквик по скидке. В общем, у него срок годности до 17 декабря, тут как раз, поэтому, наверное, была скидка, тут чуть-чуть совсем осталось. В общем, Нестквик какао, тоже советую. Вот это, не поверите, вот это дешёвый сок за 25,90 рублей. Мне не холодно, я просто как-то привыкла уже так покрываться. Видимо, я ещё не акклиматизировала в своей практически всё ещё новой квартире. Короче, не поверите, в Светофоре действительно очень хороший, качественный сок. Вкусный сок я вчера себе открывала, пила. Я, правда, его открыла и после того прочитала, что надо было взболтать. Но тут уже не взболтаешь, потому что я его открыла, как бы. Если будешь взболтывать, я думаю, он, наверное, упрыгает куда-нибудь. Мультифруктовый сок 1 литр без консервантов. Сейчас найду фирму-изготовителя. Фирма-изготовитель, это тут есть пища? Фирма Бионика. Москва, это юридический адрес. И адрес, пройду, стучу вашей Чебоксарой. Так вот, Бионика из Чебоксар делает вот такие фруктовые соки. Видимо, продаются в Светофоре, может, ещё где-то. Короче, очень классные соки. Советую. Я сейчас при дневном свете снимаю. Так что это, может быть, кому-то не видно. Ну, кому-то не видно. Но у меня камера стоит так, чтобы было видно. И вот это молоко за 35,90 или как-то так. Короче, классное такое молоко. С одной стороны, кажется, будто его сделали из сухого молока. Но сухое молоко ведь тоже делают из молока. А с другой стороны, напоминает, бывает такое молоко, ну, что сладковатенькое молоко. Иногда вот из-под коровы замашли, да? Ну, в общем, короче, мне очень оно понравилось. Я тут заваяла, вчера я заваяла на нём хлопья. Сегодня заваяла мне творожок. Тут подкинули позавчера. Я совсем про него забыла. Коровий. Вот я сейчас заваялася творожка, собираюсь поесть. В общем, пущинский луга, 100% натуральная, литр целый, 3,2% жирности. И сейчас я найду, кто это делает. Кто это делает. Изготовитель Айсберг Плюс. Да. Изготовитель Айсберг Плюс. Чё-то зубы застряла. В общем, на сегодня это всё. Всё, что я тут обозрела, я вам советую. Нет ничего такого, что хочется выкинуть и подумать, на кой хрен я это купила. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравится данная рубрика. Даже если не понравится, я под настроение всё равно буду делать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok